Братья и сестры, вопрос. У вас есть ревность по Дому Божьему? Конечно, еще очень интересно, что мы понимаем под этим ревновать о Доме Божьем. Может быть, брат Владимир нам поможет разобраться в этом, потому следующая тема у нас будет звучать – ревность о Доме Божьем. Приветствую всех братьев и сестер, всех гостей. Прочитаю стих, который я взял в основании своей проповеди. Это Евангелие от Иоанна, 2 глава, стих 17. Многие знают события, с которыми эти слова были связаны. Это когда Иисус Христос пришел в храм и увидел, что место, где должны были быть допущены для поклонения обращенные из язычников, заполнено торговцами, обменщиками денег, валюты. И он очень отреагировал на это так, как, может быть, у многих не представляется, что Христос может так действовать. Прогнал всех этих торговцев, сказал продающим голубей – возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте, дома торговли. И вот в 17 стихе сказано – при всем ученики его вспомнили, что написано – ревность по Доме Твоем снедает меня. Мы знаем, что в ветхозаветнее время Бог уже говорил о том, что место покоя для Него не может быть в каком-то здании. И хотя люди приходили на поклонение в Иерусалим и приносили жертвы в храме, они понимали, что великий Бог не может вместиться в это какое бы то ни было величественное здание. Но, тем не менее, отношение людей к храму, отношение людей к служению, к тем праздникам, которые Бог определил, их ревность в том, чтобы со всех концов страны три раза в году прийти на поклонение в город Иерусалим, говорила о их отношении к Богу. И когда люди, язычники, потом приносили скверные жертвы, описывается это в апокрифических книгах, приносили в жертву нечистое животное, то этим они выражали свое отношение к Богу Израиля, пренебрежение и презрение. Сегодня мы видим и читаем в Новом Завете, что в наше время Домом Божиим является церковь. И уже в самом начале служения нам было воспомянуто о том, что каждый из нас является частью этого строения, при условии, что он согласится быть Господом обтесываемым, обрабатываемым, чтобы занять свое место и выполнять свою функцию. Сегодня в наше время Домом Божиим является церковь. Храма, который был построен в то время, сегодня на земле не существует. И Бог избрал местом жилища свой народ. И встает вопрос. Мы видим, что в сердце Иисуса Христа было очень пламенное чувство. Ревность – это не состояние какого-то покоя, это не состояние блаженства, даже не назвать его удовлетворенностью. Есть хорошие положительные эмоции, которые нельзя назвать пожаром, бушующим внутри нас. Но ревность – это что-то, что жжет человека изнутри. И греческое слово, от которого потом произошло другое слово «ревность», в оригинале это слово звучит как «жар», что-то горячее. И когда Иисус Христос заходил в Дом Божий, в Дом Своего Отца и видел обстановку, которая там имела место быть, и видел, как не по назначению используются эти помещения, как люди отвлекаются от поклонения Богу, и как некоторые умудряются на поклонение Богу зарабатывать деньги, его сердце не могло оставаться спокойным. И вот он совершил то, что совершил, и ученики, глядя на него, вспомнили слова Давида, которые были сказаны сотни лет до этого. «Ревность по доме твоем снедает меня». Не просто я возревновал, не просто в сердце у меня есть ревность, но ревность по доме твоем снедает, то есть съедает меня. Я прочитаю вам еще некоторые переводы, которые, может быть, раскроют нам значение вот этих слов. В одном переводе сказано, что «ревность по доме твоем пожрет меня». Это буквально слово такое используется, не какое-то аккуратное кушание, но пожирающее чувствование. Еще один перевод говорит «любовь к дому твоему будет пожирать меня, как пламя». И еще один перевод говорит «забота о доме твоем не дает мне покоя». Таким образом, в этом храме находилось множество людей, которые чувствовали себя превосходно, имели насиженные места, устроились очень хорошо. Система отлажена, работала, и вот появляется личность, которая совсем не безразлична, что происходит. Которая видит, что его отца пододвинули, его отца отодвинули в сторону, о нем забыли. И цели, для которого это здание было построено, совершенно не достигаются. Я хочу, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. В жизни каждого верующего человека наступает определенный серьезный момент. Есть у нас духовное младенчество, когда нас носят на руках, когда нас вскармливают. Мы мало чего совершенно понимаем, но наступает момент, когда мы вдруг видим в Священном Писании, как должно поклоняться Богу, в каком состоянии должна находиться церковь, при каких условиях Бог чувствует себя комфортно среди Божьего народа, а когда Дух Божий стеснен и даже изгоняем из среды Божьего народа. И вдруг мы обнаружим, может быть, в своем сердце, может быть, в окружении своих друзей, что, согласно Священному Писанию, мы живем не в таком состоянии, в котором Богу приятно было бы среди нас находиться. И вот в этот серьезный, очень серьезный и ответственный момент христиане идут по нескольким путям. Я хочу первую часть своей темы определить или направить на то, почему сегодня Божий человек не воспламеняется ревностью о Божьей Церкви, о ее благоденствии, о ее возрастании, о ее преуспевании. Почему ревность не появляется в сердце, не снидает, не заботит это человека. И вторая тема, что не является ревностью о Доме Божьем. Некоторые воспринимают это за ревность, но это ревностью не является. Итак, первое. Почему я, может быть, видя, что мы не соответствуем тому, что сказано в Слове Божьем, могу к этому очень спокойно и равнодушно относиться. Первая причина очевидная, ясная и самая распространенная. Я просто не люблю Бога. Когда мамы иногда приходят в дом своих детей или в общежитие, у них ребеночек учится, живет в общежитии, мама приходит и скорее в гости приехала с пирожками, с компотом и давай прибираться, сыночка с углов что-то собирать, развешивать, порядок наводить. Она любит ребенка, ей не безразлично, что вот сейчас здесь какой-то непорядочек, ну где-то недоучили, недовоспитали и так далее. Когда мы любим Господа, нам не может быть безразлично то, что происходит в его доме. Когда Иисус вошел в храм, он не сказал даже такие слова, хотя это было бы правильно, это его дом также. Но он говорит, дома отца моего не делайте, домом торговли. Он возревновал за своего отца. Слово богослужение мы используем очень часто, но совершенно в обратном смысле употребляем его для себя. Когда мы приходим на богослужение, мы так говорим, это богослужение. В основном, основная часть христиан подразумевает христиану служение. То есть служить будут нам, не мы идем служить Богу, а я иду, чтобы послужили мне, чтобы мне сказали пропасть, чтобы для меня спели, чтобы за меня помолились. Мы их нужно поучаствовать, со мной поздоровались, поздравили с днем рождения, помолились, все хорошо и прекрасно. Но не называй это богослужением. Ты идешь пообщаться, ты идешь что-то взять, но если ты идешь на богослужение, это значит, ты должен что-то принести. Это значит, что в центре внимания должен быть Бог, мы идем служить Ему. И только с таким мышлением ты можешь войти в собрание, в зал и думать не о том, как сегодня меня здесь накормят, как хорошо мне сегодня здесь будет. Могу ли я в конце служения поднять палец и сказать, здорово было сегодня собрание, постарались проповедники, постарались хористы, бодрствовали сосуды. Нет. В конце служения я должен себе задать вопрос, как сегодня в этом собрании, где собрались, именующиеся именем Господа, как Бог ощущал себя. Молились ли мы так, что это понравилось Ему? Пели ли мы так, чтобы это понравилось Ему? Думали ли мы о Нем, в это время находясь здесь? Были бы проповедью тем, чем они должны быть, или были подобием проповеди? Являлись ли дары в том действии, в каком они должны быть, или это было подобие даров? Было ли поклонение, или это было подобие поклонения? На что смотрел Бог в этом собрании, когда Он был сегодня среди нас? Это мышление человека, который заботится не о том, как ему послужат Но заботится о том, каково Богу в его собственном доме находиться Если же я живу в том образе жизни, где в центре всей моей жизни нахожусь лишь я один Никогда это сердце не может иметь почвы, ни пищи для огня ревности о доме Божьем Оно будет иметь место для другого, о чем я буду говорить позже Вторая причина, почему сердце наше не загорается ревностью о доме Божьем Мы просто не знаем, что Бог ожидает от нас Иногда люди сравнивают себя, или свою церковь, или свой город, или свое служение, или свои плоды С чем-то более слабым, более немощным, с чем они встречаются И они говорят, так здорово, так хорошо и так прекрасно Но на самом деле, когда мы читаем Священное Писание Братья и сестры, это книга, которая должна отрезвлять нас Когда я читаю в книге «Деяния апостолов» о том, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви Одной этой строчки мне достаточно для того, чтобы понимать, Господи, как многого нам нужно еще достигать Один человек в день, прибавляющийся к церкви, это 365-366 человек в год Как можно зазнаться, как можно возомнить что-то о себе, о своем служении, когда нет этой точки минимума Которой говорит Священное Писание, что действует рука Господа Если мы не знаем, какими мы должны быть, как церковь в глазах Господа Мы никогда не узнаем, что такое ревность о Доме Божьем Мы никогда не узнаем, что такое пламя, пожирающее нас желанием быть угодными Ему Третий момент или третья причина – это ленность Израильский народ переживал такое состояние, когда они вернулись из плена и нужно было строить храм Это подробно описано у пророка Аггея И Бог говорит, почему дом у него находится в запустении Почему каждый из вас бежит к своему дому И вы говорите, не время строить дом Господень Не время этим вопросом заниматься Бог говорит, а вам самим время жить в домах ваших украшенных Тогда как сей дом находится в запустении И Бог говорит, смотрите на себя Посмотрите на ваши пути Вы едите и не наедаетесь Вы пьете и не напиваетесь И зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька Я верю в то, что человек не может жить полной жизнью Полноценной христианской жизнью Не может иметь в жизни удовлетворения Если в сердце его не будет жить ревность о том, чтобы церковь Бога благоденствовала Чтобы церковь Бога была тем местом, куда Богу приятно приходить И где настоящее поклонение И где настоящее искание Где настоящая святость И где настоящая любовь к Богу Человек может понимать Как быть должно Но в жизни поставил себе, к сожалению, другие задачи И в том кошельке, который он пытается заполнить Он снова и снова обнаруживает дыры, куда все уходит И последняя причина Достаточно прискорбная и достаточно замаскированная Я процитирую одного человека Некто сказал Не достигнув желаемого Они сделали вид, что желали достигнутого Бывает, что люди, воспламенившись желанием к Господу Начинают искать Его и молиться Говорят, Господи, яви себя, как в дни древние Господи, будь среди нас Научи нас молиться Научи нас святости Научи нас смирению Научи нас любви Научи нас благовестию Воспламенились Ну и не спит в это время Враг душ человеческих Вы не можете безнаказанно ревновать о Боге На земле этого не бывает, братья и сестры Это одна из причин Почему люди, многие отступили назад Они шагнули на территорию На которой враг совсем не хочет никого видеть Они открыли глаза Они проснулись Они стали вопиять к Богу И дело в том, что молитвы соответствовали воле Божией А когда наша молитва соответствует воле Божией Библия говорит, Бог слушает нас А если Бог слушает нас Значит то, о чем мы просим Начнет происходить А если это начнет происходить Значит сатане не поздоровится Это значит, что многих, кого он мог украсть Съесть, погубить, пожрать Он уже не сможет этого сделать И поэтому на ревнителя Он ополчается и делает все Чтобы эту молитву, эту ревность прекратить И бывает страшно от этого И бывает больно И человек делает шаг назад И чтобы совесть его не беспокоила Он делает вид Что желал именно этого уровня Что собственно большего желать и нечего Да и чего собственно желать еще большего У других еще хуже И этот такой ложный патриотизм Когда человек закрывает глаза на то Что есть вопросы, которые должны поправить Что в молитве совсем не тот огонь Который должен быть Перед словом совсем не такой трепет Который должен быть Человек закрывает на это глаза И говорит ничего Все хорошо Но Библия говорит Врачует рану дочери народа моего Легкомысленно говоря Мир, мир, а мира нет Некоторые родители По той причине Не воспринимают серьезно слухи Которые доносятся им О их детях Когда говорят Ваш ребенок Мы видели на углу своей школы Курил Другие говорят Мы виделись его Рядом с наркоманами Третьи говорят Там еще что-то Там третий десятый Нет, нет О моем ребенке Это не может быть правдой Почему так родители Некоторые делают Потому что они думают Что любить Это закрывать глаза На все изъяны Но Бог так не понимает И любить церковь Это не значит Что сегодня Вы должны закрыть глаза И перестать видеть Что в нас еще немощно Что в нас еще должно быть исправлено Нам нужно видеть Каждую трещину Каждое поломанное стекло В Божьем храме Каждую нарушенную часть кровли Ступеньку надломлено Нам нужно видеть И не надо из любви к храму Закрывать глаза На изъяны храма И если человек закрывает глаза Он слепнет И когда приходит кто-то Чтобы исправлять Как Бог говорит Восстановлюсь Скинь у Давида упадшего Он говорит Зачем вы пришли Вам не нужно этого всего Это излишне Первой частью моей темы Я немножко Потревожил ваши сердца Сейчас я хочу Нейтрализовать Некоторые движения Внутри христианства Которыми я встречался Люди Которые считают себя Здравыми О том Что они правильно Воспринимают Всю обстановку Происходящую Но на самом деле Они не подозревают Что очень далеки от правды Ревность по доме Божьем Это не критиканство Когда человек Видит среди детей Божьих Изъяны Он видит духовную слабость Видит немощные проповеди Глаза открыты Вроде бы все оценивают правильно Но пользы От этого Нет Не малейшей По одной единственной Причине Один человек Назвал Ревность о Господе Мне понравилось Это слово Он назвал это Святой досадой Когда просто досада Человек досадует Недовольствует Чем-то Никогда это не может быть Продуктивным Но святая досада Наверное Похожа с тем Как говорил Через пророка Иеремию Бог Зачем сетует Человек живущий Всякий сетуй На что? На грехи свои Когда пророк Исаия Вошел в Божье присутствие Мы часто говорим о том Что он увидел Себя Но мы редко говорим О том Что он в это же время Увидел Божий народ И он сказал Не только о себе Он говорит Я человек с нечистыми устами И живу среди народа Так же с нечистыми устами Мы можем назвать Этого человека Патриотом Божьего народа Мы можем сказать Что этот человек Закрыл глаза Нет В свете Божьем Невозможно Не видеть То что должно поправить Но есть одно но Что отличает Пророка Исаию От современных критиков Внутри церкви Которая производит Брожение Недовольства Ропот и мрачные лица И их отличает То Исаию Что он О себе Первым сказал Я человек С нечистыми устами И если ты Говоришь фразу Что в церкви Божьей В народе Божьем Не хватает любви То скажи Это прежде всего О себе И если ты скажешь Я мало люблю Божьих детей И так же вижу Среди Божьего народа Этого немного Может быть Тогда ты Ревнитель о Доме Божьем Но если ты говоришь Только об окружающих тебя Но не сетуешь На свое состояние Ты не ревнитель Ты кто угодно Но ты не ревнитель Если ты обвиняешь Церковь В твоем низком Духовном состоянии И ты говоришь Церковь виновата В том Что я сегодня такой Ты не ревнитель Ты критикан Вы знаете Что в духовном мире Совмещаются вещи Которые Внешне кажутся Несовместимыми Я вам хочу Нарисовать портрет Человека Которого Снедает ревность О Доме Божьем Внешний вид Не про одежду Буду говорить Снедаемая ревность О Доме Божьем Совмещает В себе Радость Благодарность И святую досаду И святую досаду Вы узнаете Ревнителя О Доме Божьем Входящего В дверь Молитвенного дома Не по мрачному Недовольному лицу Нет У него этого нет Потому что Тот кто любит Дом Божий Он идет туда В каком бы состоянии Божий народ Не был Некто сказал Что настоящего человека Узнать не трудно У него улыбка на лице И боль в сердце Это может напоминать Когда из школы Возвращается ученик И мама у плиты стоит И слышит звук Заходящего школьника И сердце ее Одновременно сжимается Нежностью о том Что вернулся сын И болью о том Что наверное Опять двойка По русскому языку В любви совмещается то Что кажется Невозможно Невозможно совместить И боль И нежность И боль И радость И досада И благодарение Когда человек Входит в среду Божьего народа И он с дерзновением Поднимает лицо к Богу Говорит Господи Благодарю тебя Что ты спас меня Ты дал мне знать тебя Слава тебе Божия Ты причислил меня К твоему народу Слава тебе И потом он начинает Плакать о том Что мы Божия Мы к сожалению Еще не таковы Какими ты хочешь Видеть нас Если у тебя Отсутствует Один элемент Из этого У меня в жизни Был печальный опыт Когда я С критиканами Разговаривал Как с ревнителями О доме Божьем Я думал Что в сердце У них так же Горит переживание Господи Каково тебе Среди нас В сердце Горит переживание Чтобы церковь Горела И пламенела Я думал Что это У них совершенно Было другое Я разговаривал с ним На языке Котором нельзя было Разговаривать К сожалению Это было Моей ошибкой Но я знаю Так же Когда ревнители Встречают Прием Как будто бы Эти люди Хотят Все разрушить Это тоже Бывает Такое Все Это Очень Непросто Но то Что говорит Слово Божие Братья и сестры Когда мы Находимся В среде Церкви Христовой И наша мысль Не о том Каково мне Но о том Каково Господь тебе Еще один Элемент Я хотел бы Обратить внимание Я помню Однажды Разговаривал С одним человеком Это тоже Для меня Был серьезный Опыт Этот человек Говорил Это такой Знаете Список Знакомый Повторяется Проповедники Собрания И так далее Я беседовал Как-то успокаивал Утешал его И в воскресенье Прихожу в служение Пришел в служение Сижу в хоре Тот человек Сидит в зале Не было его Хорошо видно И знаете И знаете Что было Для меня Удивительно Сейчас Я этому Не удивляюсь Но в тот Момент Я удивился Тому Что В этот День Собрание Было Слабым Таким Каким Редко Оно Бывало Когда-то Я сидел И думал Знаете Нам Нет Нужды Закрывать Глаза Мы можем Дать Оценку Насколько Сильно Был Могущество Господь Среди Нас Я в это Время И всякой Критики В сердце Понимал Служение Действительно Было Слабым Я верю Что И в глазах Господа Я смотрел Так На этого Человека И думал Боже Если бы Я был На твоем Месте Если бы Такое Сделал Собрание Чтобы Этот человек Сказал Ой Я неправильно Говорил Я сидел И мысли У меня В голове Крутились И думаю Что же За методы У Господа И вдруг Я понял Бог не торгуется С критиканами Бог не бегает За людьми Которые судят Своих ближних Видят сучки Не видят себя И они говорят На тебе пирожное На тебе собрание Вот тебе конференция Вот тебе хорошая пропасть Что тебе еще надо Вот мощное пророчество Не бегает Бог за такими Братья и сестры Не торгуется Бог с такими Если ты Погрузился В суд Ты закрыл Благословение От себя И я очень хочу Чтобы в нашем сознании Мы разделили Осуждение Ближнего От ревности О Доме Божьем Ревность О Доме Божьем Это не пессимизм О котором сегодня говорили Как Богу будет угодно Всему свое время Нет Не имея Когда услышал о том Что происходит В Иерусалиме Что стены Разрушены Ворота Сожжены огнем Этот человек Заболел Буквально Этими переживаниями Царь смотрит на него Он печален Что сделать для тебя Отпусти меня Чтобы я мог Обустроить тот город Ревностный О Божьем Доме Человек Он говорит Что я могу Сделать Для этого Служения Если сегодня Ты внутри себя Не можешь Подавить суд Ты говоришь Ты можешь Еще в интернете Посмотрел Отборные служения Каких-то церквей С отборным пением С отборными Пробуешь О если бы я Был там Вот бы у нас Было так И вот он Внутри Ты сидишь В собрании И лицо твое Мрачнее И темнее И темнее Задай себе Один лечебный вопрос Что сделал ты Для того Чтобы Божья церковь Преуспевала Это лечебный вопрос И еще один вопрос Который я хочу Задать Всем И может быть Зададим себе Это просто как Вы знаете Такой некий Индикатор Того что Знаем ли мы Что-то о ревности Братья и сестры Кто из вас Последние Несколько лет Встречал Молодого Христианина Или христианку Которая Сердце горит Пожаром О том Чтобы действовали Божьи дары Где это Где то Что было В 90-х Когда братьям Приходилось Регулировать Направлять Корректировать Люди Желали Чтобы действовали Дары Об этом Написано В священном Писании Ревнуйте Не просто Хотите Ревнуйте Мы говорим Это жар Жар внутри Потому что Без даров Духа Святого Мы не можем Полноценно Двигаться И служить Так как Бог этого ожидает Где сегодня Те молодые люди Которые озадачены Тем чтобы дары Действовать Где Покажите мне их Хватит ли у меня Пальцев на моих руках Может быть Одной руки Хватит чтобы увидеть Ревность о дарах Это одно из проявлений Ревности О Божьем народе Когда мне Не без разницы Каковы мы Пред лицом Бога Мне не без разницы Как мы молимся Мне не без разницы Как мы благовествуем Мне не без разницы Как мы поем Я хочу Чтобы мы делали это так Что Бог сказал Весьма Хорошо Апатия Это болезнь Молодого поколения К сожалению Проникает В церковь И я хочу Предложить Лечебное средство Возревнуйте Об доме Божьем Внутри вас Начнет что-то Происходить Пожелайте Чтобы Богу Было здесь Очень хорошо Чтобы он Зашел сюда И увидел Что глаза Каждого человека Направлены Только к нему Не совсем В нашей среде Но В некоторых Других средах Я слышу Такое выражение Здорово Прошло поклонение И мне всегда На эту фразу Хочется задать вопрос Здорово Было Кому Для кого Красивые Мелодии Гармония Голосов Ты когда Сказал Что хорошее Было поклонение Потому что Тебе понравилось Или ты чувствуешь Так Авель Что жертва Принята На небесах И прежде Переселения Своё Получил Свидетельство Что угодил Богу Инох Люди Получали Свидетельство Бог Благоволит Я хочу Чтобы Братья И сестры Мы все Были Озадачены Тем Как Благоволит К нам Бог Что Испытывает Он На этом месте Всякий Раз Когда Дети Божьи Собирается Если Мы Видим Что Стандарты Очень Высоки Нет Нужды Закрывать Глаза Но Есть Причина Воспламениться Ревностью О Доме Божьем Помолимся